В эфире телеканала Круг Новости с обзором наиболее интересных событий к этому часу журналист информационной службы и я Татьяна Сарнацкая. Здравствуйте! Сегодня в нашем выпуске вы увидите. Поддержать антитрухановский Майдан и встретиться с мэром в Одессу приехала народный депутат Украины Оксана Корчинская. В минувшие выходные Думская площадь превратилась в столовую. Городские власти, свободные от вазонов пространства, заставили палатками с едой. Рейдерский захват энергетического блока на Одесском нефтеперерабатывающем заводе может привести к масштабной техногенной аварии. Коммунальный беспредел. Работники ЖКС Черноморский оставили один на один с коммунальными проблемами жителей дома номер 26 по улице Академика Глушко. После задержания в минувшую пятницу Одесской полиции своего помощника Алексея Середюка, нардеп Оксана Корчинская пообещала, что она приедет в Одессу. Заступиться за активистов и выяснить, что же не так с Одесской мэрией и Одесской полицией. Своё слово народный депутат Украины сдержала. Всего было несколько целей. Поддержать антитрухановский майдан, провести ротацию одесских медиков на передовой, узнать, действительно ли в Одессе полиция позволяет себе антиукраинские настроения, почему полиция получает приказы от муниципалов и, наконец, почему мэр не приемлет палаточный городок. То, что происходит в Одессе, нам кажется, что это какая-то сепаратистская смова, которую мы очень переживаем за последствия поведения мэра Труханова в Одессе, чтобы это не было попыток повторить дестабилизацию не только в Одессе, но и в стране. Мы понимаем, что происходит сейчас, и для меня принципово сейчас поддерживать общественных активистов. Как только будет первая возможность поднять российский прапор и кричать «Слава Путину», такие подобные мэри это будут делать. Мы не можем этого допустить, и поэтому депутаты это понимают, Одесса для нас принципово важное место. Вместе с нардепом в полицию пришел и ее помощник Алексей Середюк, обвиняемый, в частности, в нанесении повреждений сотрудникам правоохранительных органов. У него были свои претензии к полиции. Выяснить ничего не получилось. Алексею назначили новую встречу на пятницу. На жаль, следствиям не было надано видеоматериалы с регистратора полицейских. Следствия не знают, чьи это материалы. Есть подозра, чтобы они отключали специально, когда они были нашего бойца-добровольца, и когда в машине эти разговоры про сепаратизм. Нас переконав слідчий в том, что он сделает запись, и мы получили видеоматериалы. Мы на данный момент подали только вимогу щодо камер спостережения из машины полицейской и из нагрудных регистраторов, которые есть у полицейских. Хотя и правоохранители, и следствия, и наш адвокат подозрюют, что подчас этого конфликта, и когда они высловывали свои антидержавные заявки, эти полицейские, что они подчас этого все-таки регистраторы свои выключали, но там будет видно. Оксана Корчинская, в свою очередь, отправилась на Домскую площадь посмотреть на так называемую ярмарку имени Труханова, которой заменили палаточный городок оппонентов мэра. Несмотря на хор промерских депутатов и промерских же общественников, Нардеп фактически провела прием граждан. Пообещала, что, возможно, скоро здесь появится и ее передвижная приемная. А потом было двухчасовое общение с мэром за закрытыми дверями. В комментарии прессы народный депутат отметила, она попыталась донести до мэра позицию, что палатки мирный протест – это нормально, это законно, это по-европейски. И во многих городах Украины стоят палаточные городки и всегда будут недовольны властью. Но мэр, по словам Нардепа, ее не услышал. Я просила мэра не влаштовывать все-таки эти разгоны мирных демонстратив, что всегда каждое украинское місто, село мает право на мирную демонстрацию, мает право на мирные наметы, если они официально зарегистрированы. Я просила мэра не провокировать ситуацию, когда только поставка намета перетворится в бийную. Больше того, когда одних АТОшников провокируют против других АТОшников. Это жахливо. Мне сейчас с керевницей и лекарями вашего детского госпиталя нужно уезжать в зону АТО, в 61-й госпиталь, потому что у нас там ротация. Если будут дали провокации, если будет влаштовываться бойня из-за наметов, из-за мирного протеста, мне придется оставаться в месте Одессы. Оксана Корчинская также заметила. У нее есть информация о том, что скоро в Одессе поставят свои передвижные приемные еще несколько нардепов. Так что Труханову придется смириться и не провоцировать протестующих. Иначе, уверена Оксана Корчинская, число подписей под законопроектом о досрочных выборах одесского городского головы будет только расти. В минувшие выходные Думская площадь превратилась в место общественного питания. Прямо у стен мэрии были установлены палатки с едой и сувенирами. А на ступеньках здания выступали детские коллективы, артисты и даже баскетбольная юношеская команда. Все это действие городские власти назвали «осенний фестиваль». На этом празднике жизни побывали и наши корреспонденты. На Думской площади запахло жареным, причем как в прямом, так и переносном смысле. Дабы народные депутаты, как обещали, не смогли установить в мэрии свои палатки, и сама мэрия решила занять пустующее – от горшков с питуньями, пространство палатками, сувенирами и едой. Депутаты тоже были, правда, не народные, а местного разлива представители карманной партии Геннадия Леонидовича – верные помощники и защитники тела нашего головы. На вопрос, почему вдруг Думская стала местом торговли, соратница Труханова, в том числе по строительной деятельности, директор ПИК-строя Марина Лазовенко, не моргнув глазом, соврала, что такие ярмарки для Думской – дело обычное. Думская всегда проходила, и выставка цветов была, и все, теперь ярмарка. Мы, как отецлицы, хотели бы каждый день, чтобы здесь проходили такие ярмарки, особенно в выходные дни, когда прекрасная погода. Еще одна защитница Труханова, депутат Ясинович, она же Куценко, уже одним костюмом из плюшевого леопарда могла навести священный ужас на врагов Труханова. К тому же он отлично вписался в общий образ ярмарочной Думской. Как, впрочем, и глубокая мысль госпожи депутатши уверены, что именно так должна выглядеть настоящая Одесса. Наконец-то тепло, пусть одесситы отдыхают и продолжают наслаждаться. В Одессе всегда были традиции ярмарок, и их нельзя бросать и уходить. Пусть отдыхают гости нашего города, вот такая Одесса. Да уж, как говорится, ума палатка. Стараниями городских властей Думская превратилась в точку общепита. Причем такого общепита, где особенно не заморачиваются ни гигиены, ни эстетической составляющей. Центральная площадь стала, как бы помягче сказать, придорожной забегаловкой. Кому было хорошо, так это продавцам шашлыков и люля-кебаба. Еще вчера и не мечтавшим, что благодаря мэрии Думская станет местом торговли. На Думской же первый раз проходили. Везде первый раз, да. В этом, на Думской первый раз, да. Как вы считаете, хорошее место для таких ярмарок? Очень хорошо, очень много рыбы, наверное, хорошо, нормально. То, что надо, да. Густой дым от готовящихся шашлыков клубился над площадью. Из-под импровизированных навесов текла грязная жижа использованной воды. За пластмассовыми столиками что-то жевали граждане. Ну а те, кто не мог себе позволить шашлычок за 80 гривен, довольствовался чаем и бесплатными танцами под забывание приглашенных артистов. Мы приехали подышать морем. Соседка, подруга, и мы поедем подышим чуть-чуть морем. Мы приехали, попали на праздник. Мы подышали шашлыками. Да, мы сели там, дымок на нас идет, мы чай купили и пьем. А на другое что? Не, ну, не потянем. А вот коммунальщики, прибывшие на ярмарку в принудительном порядке, не могли себе позволить даже чай. Сотрудники ЖКС Вузовский не получают зарплату уже три месяца. Так что заставить людей в выходной день сидеть за пустым столом и глотать слюну от запаха шашлыка, согласитесь, это настоящее издевательство, причем в извращенной форме. Недовольные работники ЖКС Вузовский. Вузовский третий участок, да. Не платят зарплату. Не платят за три месяца. А чего вы сюда пришли сегодня? А нас выгнали сюда. Чтобы не было никаких беспорядков, да? Вообще сегодня что этот праздник вдруг устроили? Я не знаю, я не знаю, что за праздник. Нас выгнали, мы встали в 5 часов, вот что выгнали нас. Мы приехали сюда и сидим голоден. Я пришла до Зураба, он нам третий струй. Понятно. Значит, 30 гривен дали вам. Чтобы вы поддержали мэра, наверное, чтобы не было беспорядков. А если побачил того мэра, я ему напхал, знаешь, сколько? Да уж, всего 30 серебряников, в смысле гривен, как-то дешево оценили поддержку населениям Труханова. Несмотря на то, что покупательская способность посетителей ярмарки была невысока, количество людей было необыкновенным. Сотни бойцов из муниципальной охранки, полиция, нацгвардия, тетушки РГБ, автомайданы, самообороны, включая лидеров этих организаций. В общем, фестиваль или люди. Мы будем разбранять будь-якие предстояния. Позиция самообороны – разбранять будь-якие провокации. А что с инчинком? Вони можно влюбить. З кем? А, ну, мы все равно влюбим, чтобы его вышвырнули. Палату тоже ставить не будете? Ну, вы знаете, отверто скажу, на контакт идут, перемови не ведутся. Все это смешно, если бы не было так грустно. Это совершенно абсурдная ситуация, когда патриоты ведут переговоры с мэром сепаратистов и охраняют покой палаточной ярмарки, организованной, между прочим, тем самым вице-мэром, против которого они переговариваются с Геннадием Леонидовичем. От всего происходящего на Думской хотелось просто схватиться за голову, причем за городскую голову, и схватиться так, чтобы в следующий раз, ну, просто ради разнообразия, наше городское руководство перестало бы выставлять самый юмористический город по смешищам и перед туристами, и перед одесситами, как было заявлено на будке с закусью и винищем, с дрогнем. И действительно, как не содрогнуться при виде такой Одессы, растерзанной и изнасилованной этой властью? Крупная техногенная авария может произойти в Одессе. Затянувшийся конфликт на нефтеперерабатывающем заводе поставил под удар весь город. В минувшую пятницу ситуация стала критической. Группа рейдеров, связанных с государственным предприятием «Укртранснефтепродукт», захватила энергетический блок предприятия. Узнав о случившемся, коллектив завода вышел на акцию протеста. Пытаясь предотвратить худшее, работники предприятия собрались у входа на энергетический блок. Подразделение с повышенной степенью опасности расположено особняком и даже имеет отдельную проходную. Энергоблок был последним работающим участком, остановленного два с половиной года назад производства. Группа лиц в сговоре с областной прокуратурой Одесской области, там есть такой прокурор Муравьев, ворвались в офисное здание «Энергия и газ Украина». При этом у нас двери были на магнитных замках с чипом, выломали два магнитных замка, ворвались туда. Этим всем руководил непосредственно уволенный с должности генерального директора «Укртранснефтепродукт», уволенный министром энергетики и вольной промышленности «Насалыком» господин Горбунов Александр Владимирович. Через двое суток захватчики получили от своего руководства новые указания. Если эти действия будут доказаны, уголовная статья им обеспечена. Вони взяли в заручники працівників «Энергия и газ Украина». Вони змушували їх підписати якісь документи, в яких був текст приблизно такий, що хтось щось втрав на заводі, а ви підпишитесь, що ви, якщо буде це зроблено, будете за щось відповідати. Коли працівники відмовилися це підписувати, охрана, яка стояла на прохідні, вона їх просто не випускала з заводу. Потенціальну опасність, созданну рейдерами на предприятии, можна сравнить с впоследствиями применення запрещеного международним правом химического оружия. На предприятии храниться, находяться 9 емкостей з жиженым газом, объемом каждая по 100 метров кубических. Согласно плану ликвидації аварійних ситуаций, радиус пораження взрыва одной емкости 5 км, таких емкостей 9. На расстоянии от этих емкостей з жиженым газом, я почему так досконально знаю, я был начальником как раз установки, там, де храниться этот газ. На расстоянии 200 метров стоит 5 водородних булитов, заполненные водородом по 100 метров кубических, под давлением 45-50 кг. То есть взрывной волной снесет водородные булиты, это атомная бомба, которая находится сейчас в Одесі. Кроме обеспечення технологического процесса, энергоблок отапливал весь прилегающий микрорайон, где живет множество работников завода. Прекращение работы означает, что зимовать придется в холодных квартирах. Работники админперсонала вообще не допускаются уже до работы, а заваренные ворота означают, что сюда нельзя будет завести топливо, а это физическая остановка энергоблока. Цель одна – завладеть имуществом и потом его разворовать. Но при этом я хочу обратить внимание, что они не подразумевали одно, что этими действиями они ставят под угрозу начало отопительного сезона. Кроме котельной энергии «Газ Украина», возможности поставить тепло поселку на жилом массива Шкодова гора просто нет. Одесская полиция повела себя, как обычно, в подобных ситуациях. Люди с погонами, называющиеся полицейскими, стояли в стороне. Как видно, силовой захват экологически опасного предприятия и его сотрудников у нас не является преступлением. Рейдеры были уверены в том, что бояться им нечего. Двери проходной для работников предприятия остались закрытыми. После многочисленных требований один из защитников народа решил изобразить хоть какую-то деятельность. Но его беседа с рейдерской охраной ни к чему не привела. Бездействие стражья порядка вынудило работников завода пойти на крайнюю меру. Они перекрыли дорогу. После этого полицейских стало больше. Протестующих уговаривали уйти и обещали разобраться. Мы просим, чтобы сюда на место прибыло спецподразделение «Корт», которое просто вынесет те двери, которые на второй проходной, чтобы люди могли попасть на работу. Вчера же вызывали, спецподразделение приезжало, когда там были мирные люди. Сейчас там мирных людей просто не выпускают с работы и не запускают. Есть. Просим вас предпринять меры срочные. Там кого-то силы удерживают? Да, там не запускают. Там уже выпустили? Не запускают, да. То есть старую смену выпустили, а работников не запускают. Там дорогостоящее оборудование энергоблока. Просто если туда сейчас люди не зайдут, может быть технокенная катастрофа. Хорошо, на данный момент я согласуюсь с руководством области, согласуюсь с прокурором области данных всех вопросов, и я отвечу на ваши все вопросы. Передайте мне, пожалуйста, что мы хотим здесь видеть и прокурора области, и начальника ОНП. Полицейское прокурорское начальство не нашло времени для общения с народом. Через два часа бессмысленного ожидания работники завода сами отправились в областную прокуратуру. Надо понимать, разрешение конфликта зависит от Киева. Александр Виноградов, Сергей Коняхин, телекомпания «Круг». В хозяйственном суде Одессы состоялось первое заседание по иску городского совета к рынку «Успех». Якобы предприниматели рынка должны городу 2 миллиона гривен. Именно столько, по мнению мэрии, недополучила муниципальная казна за аренду земли. Но так ли это на самом деле? Сами предприниматели считают, что это очередная рейдерская атака на рынок. Мэрия не оставляет своих попыток уничтожить один из немногих, оставшихся не в руках Трухановской братьей рынков. Успех. На этот раз светлые головы чиновников придумали подать иск на предпринимателей якобы за то, что рынок не платит за аренду земли. И даже подсчитали, что городское казнание дополучило целых 2 миллиона гривен. Могу сказать следующее, что как фактически землепользователь ТПФ «Успех» ООО не прекращал выплаты по единому земельному налогу. Могу сказать, что за последние только 2,5 года было выплачено по этому единому земельному налогу более 1,5 миллиона гривен. В том числе и проходили отчисления в городской бюджет. Если бы был заключен договор с городом, как они, на чем они, собственно, и настаивают, то сумма была бы значительно больше. То есть, соответственно, можно говорить о том, что городской совет лично препятствует тому, чтобы были большие поступления в городской бюджет. То есть, ну, и никак иначе. Почему? Потому что они сами же отказывают в продлении договора аренды. Еще два года назад в городсовет успехом был направлен проект землеотвода. Однако, по некоторым причинам он был отправлен на доработку. Впрочем, уже доработанный документ по неизвестной причине так на сессию и не был вынесен. Получается, что сначала городские власти не выносят проект решения по землеотводу, а потом возмущаются, что этого землеотвода нет и даже подают в суд. Впрочем, заседание было коротким. Адвокаты-ответчика подали ходатайство на имя судьи. В связи с тем, что на то решение, на основании которого была вынесена сумма, так называемого ущерба, было вынесено исполкомом еще несколько лет назад. И ТПФ «Успех ООО» еще тогда его обжаловал. И сейчас дело находится в высшем административном суде. В связи с этим, пока там не вынесено решение, данный судебный процесс не может продолжаться. Каким будет решение суда? Несколько предпринимателей рынка прямо у стен суда устроили пикет. В руках они держали плакаты с требованиями городским властям. Оставить, наконец, рынок в покое и дать возможность предпринимателям нормально работать. Сегодня состоялось судебное заседание в хозяйственном суде по иску Одесского городского совета к торгово-промышленной фирме «Успех». Фактически, на сегодняшнем примере мы видели, как городской совет пытался блокировать работу предприятия, пытаясь незаконно арестовать счета. Суд первой инстанции отказал в удовлетворении таких требований Одесского городского совета. Правовую помощь предпринимателям оказывает общественная организация «Совет по соблюдению законности», представители которой уверены, все исковые требования Одесской мэрии – полная клевета и попытка присвоить рынок. Имеется уже не один иск о клевете и предоставлении недостоверной информации первыми лицами города, такие как мэр Труханов и также депутат городского совета Брэндак, которые фактически предоставили недостоверную информацию, якобы рынок «Успех» не платит бюджет ни копейки. Это полный бред. И сегодня за свое честное имя предприниматели, руководство предприятия вынуждены отстаивать судья. Судья поиска решится после того, как судья ознакомится с предоставленными ей документами. Свой вердикт судья вынесет уже 28 сентября. Страсти вокруг затоки накаляются. После захвата здания поселкового совета 16 сентября жизнь курорта оказалась парализованной. Местные жители остаются без заработной платы, а правоохранители не предпринимают никаких действий, дабы вернуть жизнь поселка в привычное русло. Каким видят выход из сложившейся ситуации жители затоки, расскажет Татьяна Бежинарь. Жители затоки настроены решительно. Вот только в отличие от представителя интересов эстонского инвестора Александра Погорелова, по словам местной громады, действовать они будут в рамках закона. Нас с вами просто кинули, понимаете, под ноги этому Погорелому. И разговор был дальше такой, что если мы выйдем 2-3 недели, нам дали сроку, и вернее этому Погорелому дали срок 2-3 недели, если он нас сломает, значит они захватят все, в том числе пляж, и будем платить за отдыхающих. Если вы в курсе, то у них там в документах есть, что имеют право выкупа пляжа нашего. Весь пляж в нашей затоке будет им выкуплен, будем платить за каждого отдыхающего. Вы этого хотите? Нет. Надеюсь, что не хотите. Местные жители считают, что эстонский инвестор, прикрываясь благими намерениями, вместе с Погорелым, хочет подмять под себя весь туристический потенциал. Когда были выборы, в 2015 году, в октябре месяце, после выбора, в октябре, была ситуация, когда в области, в Одессе решался вопрос по затоке. А знаете, как он решался? Было принято решение от пляжа до дороги автомобильной, это все снести и поставить нормальные 9-этажные, 6-этажные здания. Вопрос. Есть люди, которые имеют связи с деньгами, они в своей гостинице стоят, а вы, граждане, оставите свои дома, которые у вас находятся в центре между дорогой и морем. Вы не оставите, вас их заберут. По словам местных жителей, еще одним обязательным пунктом для Погорелого в захвате Затоки является и весь заработанный капитал поселка за этот сезон, а это порядка 15 миллионов гривен. Как утверждают жители поселка Затока, вот он и пытается всячески блокировать работу постсовета. При этом местные жители остаются без зарплаты. Выносятся решения незаконные, поэтому регистрации, вот регистрационная служба, как они могли принять производство, регистрацию, если по закону человек даже не имеет на это права. Никаких, как говорится, документальных подтверждений на право не было. Это идет чисто захват Затоки, продать Затоку иностранцам, другого у меня мнения нет. Вот и все. А все жители, жители вообще не интересуют, судьба жителей, их проблемы не интересуют. На очередном общем собрании после захвата Затокского поселкового совета местные жители обратились к президенту страны с просьбой вмешаться в сложившуюся ситуацию. Обратиться в вышестоящие органы по вот этому захвату, потому что, конечно, это из ряда вон выходящее событие. Я считаю, что это вообще ЧП в масштабах страны. Если сейчас на это не обратить внимание, то это может случиться в любом населенном пункте нашей Украины. Тогда о каком вообще правовом государстве может идти речь? Местные жители, многие из которых живут в поселке по 20-30 лет, уверяют, что без сбоя сдаваться не собираются. И если центральная власть их не услышит, то будут предпринимать дальнейшие шаги по защите поселка от рейдеров. Трагедия в Одессе. Пожилая женщина вместе со своим балконом рухнула вниз с третьего этажа и оказалась под грудой бетонных обломков. Трагедия случилась в центральной части города в трехэтажном доме старой постройки по улице Коблевской. Хозяйка пострадавшей квартиры вышла на балкон поливать цветы. Пожилая женщина почувствовала странный треск и полетела вниз с высоты третьего этажа. При падении женщина сломала ключицу, получила много ушибов и повредила голову. Пенсионерка также жаловалась, что у нее, скорее всего, парализованы ноги, поскольку после падения она их перестала чувствовать. Пострадавшую доставили в городскую клиническую больницу номер 11, где от полученных травм она скончалась. Примечательно, что рухнул не весь балкон. После обрушения по бокам остались перила конструкции. Удар был такой силы, что бетонные балки воткнулись в асфальт. По счастливой случайности, когда обрушивался балкон, никто из людей, кроме самой 63-летней хозяйки и машин, не пострадал. В мэрии утверждают, что дом не является аварийным и жалоб на состояние балкона не поступало. Городской голова Одессы Геннадий Труханов полагает, что обрушение балкона могло произойти вследствие недавнего землетрясения. Труханов заверил, что городские власти помогут финансово семье погибшей. В социальных сетях такое предположение мэра вызвало бурю негодований. Одесситы считают, что деньги в бюджете необходимо предусматривать заранее на ремонт аварийных объектов, а не после того, как случаются трагедии. Поездки в одесском городском транспорте становятся все более опасными. Трамвайные аварии у нас происходят регулярно. Происшествие, случившееся в минувшее воскресенье, показало, что доверять свою жизнь маршруткам тоже можно не всегда. На улице Атамана Головатого при движении перевернулся автобус 145 маршрута. Десять человек получили травмы. В основном легкие. Но медицинская помощь все равно понадобилась. По предварительным данным, у машины на ходу оторвалось колесо. Точная причина аварии устанавливается. Какой бы она ни была, ясно, что дело в техническом состоянии подвижного состава. Проверку и профилактический ремонт нужно проводить вовремя. Вместо этого перевозчики постоянно жалуются на низкие доходы и поднимают стоимость проезда. Качество обслуживания и, прежде всего, уровень безопасности не повышаются. Городская администрация на проблему смотрит со стороны. Разбитые парадные горы, мусор и отсутствие ливневой канализации. Работники ЖКС Черноморский оставили один на один с коммунальными проблемами жителей дома номер 26 по улице Академика Глушко. Наши корреспонденты побывали в этом доме. Идем к вам. Тут жильцы на вас жалуются. Говорят, что вы не убираете. Вы что, убегаете или что? Уборщица девятиэтажки на улице Глушко 26, увидев камеру, быстро убегает. При этом ни одного слова в свою защиту не сказала. Местные жители говорят, что это и неудивительно, потому что женщина должным образом не убирает подъезды в их доме. Посмотрите, что у нас творится у мусорки. Это вот грязь, никогда не выбирается. Вот вчера я начала кричать за эту мусорку. Убрали, убрали. Вот она пришла утром и убрала эту мусорку. Воняет, в парадную зайти невозможно. По словам местных жителей, они каждый месяц исправно платят за услуги ЖЭКа. Однако коммунальщики не спешат решать проблемы этой девятиэтажки. Больше всего жильцы переживают за аварийный лифт, в котором уже несколько раз обрывались тросы, в то время, когда в нем были люди. А между тем, в этом доме проживает много пенсионеров, которые не могут подниматься самостоятельно на верхние этажи. О том, что коммунальщики игнорируют проблемы жильцов, красноречиво свидетельствуют и оголенные провода, которые виднеются из электрощитовых. Тут же можно увидеть использованные медицинские шприцы. А вот подойти к парадной дома невозможно из-за ужасного запаха канализационных стоков. Невозможно ни до парадной подойти, ничего. У нас дворничка вообще не убирает вокруг дома. Посмотрите, что творится. Смотрите, это вот. Вся вода течет. Смотрите, какая дырка. Старая обшивка дома трещит по швам. Козырьки подъездов протекают. Вокруг девятиэтажки нет сливов, а поэтому вся вода уходит под дом. Уже сегодня на некоторых участках в буквальном смысле образовались ямы. Не лучшая ситуация и вокруг дома. Здесь постоянно лужи с водой. Подъездные дороги все разбиты. А на детской площадке за девятиэтажкой – своры собак. У меня есть длинный сюрприз, если не нападут. А что это такое? Баллончик. А вообще расскажите, вот детские площадки. Мы смотрим, тут детки часто гуляют? Да, вечером полно детей. Всегда было такое состояние до детской площадки? У меня просто не было давно. Ну не, было получше. Под окнами дома родители устроили для детей такой себе туалет на воздухе. Потому что обещанных городской властью биотуалетов здесь никто так и не установил. Тут же горы сухих веток и мусора. И никому, кроме самих жильцов, похоже, нет дела до проблем горожан. Наш выпуск новостей подошел к концу. Далее информация синоптиков о погоде. До встречи. По прогнозу гидрометцентра Черного и Азовского морей 27 сентября в Одессе ожидается переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-западный 9-14 метров в секунду. Температура ночью 10-12, днем 17-19 выше нуля. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова